Апелляционная жалоба на арест Долгова. К нашему большому сожалению, суд не захотел нас услышать. Ни одного из тех доводов, которые были озвучены стороной защиты, суд, по всей видимости, внимания не принял, потому что очередные стандартные формулировки, те, которые, как правило, узаконивают незаконное решение районных судов, в очередной раз будут иметь место в тексте данного апелляционного постановления. Хотя имелись все основания для избрания другой меры пресечения, более мягкий суд, только по ему известным причинам не захотел этого сделать. Мы очень сожалеем о случившемся, потому что в очередной раз правосудие дало трещину. Вот примерно такой трещины, как здесь вот на этой стенке, в здании Саратовского областного суда. Видимо, все это очень символично, как мне кажется. Безусловно, руки опускать не будем, на достигнутом останавливаться мы не намерены. Я очень надеюсь, что все-таки наши доводы будут услышаны, возможно, высшестоящими станциями. Просто закон таков, что обжаловать дальше постановление об аресте в Кассации и в Назор на это уходит как минимум 2-3 месяца, а за этот период времени уже подойдет период продления содержания под стражей долгого. И более уместно, конечно, мы эти доводы будем озвучивать уже при продлении содержания под стражей, которые наступят приблизительно через месяц. Мы подумаем, согласуем сегодня в здании следственного изолятора с долговым свою позицию и свои дальнейшие планы. Но я все-таки верю, надеюсь, продолжаю верить в то, что суды у нас будут вносить не только формально правильные какие-то решения, но и решения гуманные и решения обоснованные. Пока то, что по линии судебных решений по этому делу состоялось ни гуманным, ни справедливым, ни обоснованным, я считать, к сожалению, не могу.